Приветствую всех любителей высококачественного аудио, и сегодня речь пойдет об профессиональном усилителе мощности Yamaha Professional Series Power Amplifier модель PC-1002. Впервые открыла этот аттракцион невиданной щедрости компании Yamaha в 1976 году, когда выпустила профессиональную модель Yamaha P2200. Это был усилитель мощности с совершенно фантастическими параметрами и не менее фантастическим для того времени качеством звучания. Я могу с уверенностью сказать, что и сегодня, вы прослушивая Yamaha P2200, совершенно определенно скажете, что это аппарат высочайшей категории, то есть аппарат топ-класса, который, конечно же, значительно превзойдет большинство аппаратов современных и по микродинамике, и по прозрачности, по многим параметрам, которые стоят значительно дороже сегодня. В то время тоже он был не очень дешевый, но для такого звука он был фантастически недорогой. Цена его составляла 240 тысяч йен, и этот аппарат позволял выдавать до 240 ватт на канал, причем чистейшего звука с минимумом искажения. В качестве каких-то, может быть, минусов можно назвать то, что в аппарате абсолютно не было защиты акустических систем, но, с другой стороны, это был профессиональный аппарат, возможно, это просто не требовалось в тех случаях. И второй момент, он обладал балансными входами, ну, также и входами RCA, и некоторые виды джеков были, смотря для какой страны производился он. И, в общем, в чем там был нюанс, этот аппарат, между тем, был небалансный, хотя он обладал балансными разъемами. В чем же была суть? Зачем небалансному аппарату балансные входа? А дело все в том же, что музыка у нас передается, ну, грубо говоря, музыка это и есть напряжение. И поэтому, чем больше у нас амплитуда вот этого самого напряжения, тем, соответственно, меньше потерь произойдет при передаче. Вы сомневаетесь? Шепните какое-то слово, а потом спросите у человека, который находится в 10 метрах от вас, что вы сказали. И он, возможно, скажет, что вы сказали, возможно, нет. А если вы громко скажете это слово, то человек в 10 метрах от вас совершенно точно, скорее всего, скажет, что именно вы сказали. В этом отличается разница. Да, некоторые считают, что баланс это только для уменьшения помех, и там действительно есть один сигнал в фазе, один в противофазе, и потом они складываются. И, соответственно, помехи, которые сигнал набрал по пути следования, они самоуничтожаются. Это все есть, но не только это важно. Это важно на передачу сигнала на большие расстояния, что, ну, принципиально в студиях, конечно же, где там по 10 метров и более длина кабелей. Но если вы используете такой аппарат дома, то это понятно, что не может быть тем важным фактором, который вас столкнет на использовании баланса. Так почему же все аппараты абсолютно высшего класса именно балансные? Или, по крайней мере, имеют именно балансные разъемы. Все по той же причине, что несмотря на то, что у балансного разъема есть плюс, что он уничтожает набранные по пути помехи в домашнем сетапе, там не такие уж большие расстояния, чтобы что-то набрать на этом самом пути. И балансный разъем несет именно тот плюс, что так как сигнал удваивается по балансу, противофаза и фаза складывается, получается напряжение в два раза выше. То есть если стандартный аудиосигнал у нас 2 вольта, то по балансу он от 4 до 9 вольт имеет амплитуду. И, соответственно, более бережная передача тончайших нюансов происходит в музыке. Поэтому аппараты даже псевдобалансные, так называемые, они более качественно передают и трехмерную картинку, и вообще детализацию более шикарно передают именно на этой основе. И вот Yamaha P2200 была именно псевдобалансом, который имел огромное преимущество и в качестве звучания. Ну, в общем, такой вот вывод. Но сегодня у нас речь немножко не про это. В 1976 году вышла Yamaha P2200, и в 1977 году, на следующий год, выходит модель Yamaha P2100. Это немножечко упрощенная Yamaha P2200, и она имеет уже мощность не 240 Вт на канал, что, в общем, далеко не каждому вообще нужно людям, тем более в студиях, а более вменяемый 95 Вт на канал. И здесь уже я могу сказать, что Yamaha P2100 абсолютно роскошный аппарат 1977 года. И если вы, ну, засомневались и скажете, ну, какая-то ерунда, такое старье, как его можно обсуждать, то, смею вас заверить, Yamaha P2100, который звучит, ну, немного уступая P2200, конечно, слышно, что это немножко разный класс, но, тем не менее, P2100 роскошный аппарат. Я сравнивал его лоб в лоб со своим же современным аппаратом Yamaha AS1000. Это современная Yamaha 1000 модель. Лучше нее была на тот момент только 2000, то есть, соответственно, я сравнивал ее с предтоповым аппаратом. 3000 модель, она вышла немного позже, поэтому на тот момент был предтоповый 1000 и топовый AS2000. Они отличались тем, что AS1000 была небалансная, а AS2000 была балансная. И вот я сравнивал Yamaha P2100 с псевдобалансом, с вот этой вот Yamaha AS1000. И для особо неверящих и любопытных у меня есть на канале видео на YouTube, соответственно, где можно послушать и тот, и другой аппарат сравнения. И я вам так скажу, что они оба были прекрасные аппараты по звучанию, но Yamaha P2100 была более четкой, более точной, более аудиофильной. Ну, то есть, она немножечко была даже получше, чем современная Yamaha AS1000, которая на тот момент в магазинах стоила в районе 110 тысяч рублей, когда я сравнивал. Сейчас-то, конечно, это все намного дороже. Можете посмотреть, сколько сейчас стоит 1200 современная Yamaha, которая преемник этой современной AS1000. Так вот, когда вышла Yamaha P2100, также роскошная, звучащая также псевдобалансная, и это был 76-77 год, соответственно, для двух этих разных аппаратов. В 80-е годы произошел ренессанс, появились новые модели этих аппаратов. Это был примерно 80-й, 82-й год, появились модели традиции Yamaha P2200, роскошные, продолжил аппарат Yamaha PC2002. Да, Yamaha PC2002 – это новая реинкарнация P2200. Теперь она, как называется, двоечку утащили. И в конец я стал на 22002. И вот этот аппарат уже 2002 PC, он именно был полностью балансным, и по схемотехнике более совершенным у него, наконец, появилась защита акустической системы. Не только. Если P2200 или P2100, когда вы выключаете, то звук еще некоторое время из-за очень мощных конденсаторов продолжает играть, и потом пропадает, то в PC2002 и более упрощенный PC2002, который являлся аналогом P2100, а звук исчезает сразу. Ну, то есть, уже эту часть доработали. Она стала совсем прекрасной. Но не так все, на самом деле, радужно. Я поясню, как на нее. Так вот, теперь аппараты стали полностью балансными, и это было, конечно, роскошно, и все такое. Но у них появилась другая педа, что они стали рассчитаны на подключение к пульту, так как эти аппараты использовались для контроля качества звучания, когда музыканты записывались на ленту. И вам нужен был высококлассный усилитель, чтобы вы услышали, что вы там написали, может, что-то накосячили, что-то не так. И вот эти вот аппараты, они эту роль выполняли. П-2200 или П-2100. И в более поздних PC-2002 и PC-2002. PC-2002 вы можете видеть сейчас на экране. Именно вот такая роль была. Но в 2002 и 1002 они подверглись еще небольшой модификации, к сожалению, которую я не знаю лично, как обойти. Так как эти аппараты подключались к пульту, то звукорежиссеру нужен был определенный уже сразу определенный уровень сигнала. И поэтому сделали самое же первое положение минус 20 дБ. Или 20 дБ, сколько там. То есть это очень громко. Если P-2001 и P-2002 начинались от 50 дБ, то есть это было очень тихо, потом погромче, 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 что модели PC-2002 и PC-2002 начинаются от 20 дБ. Первое же деление. И это настолько громко, друзья, что или дискотека, или вы убежите из дома. То есть реально это нельзя использовать. Также обращаю внимание, здесь переключение дискретное с щелчками, поэтому вы легко и удобно слышно. Сейчас как щелкает. Каждый канал без проблем прибавить. По канальной регулировке. Но это все очень удобно. Поэтому этим аппаратам никакого преда не нужно. Аппараты, конечно, очень выносливые, хорошо ремонтно пригодные. И в них есть еще термозащита. Все сделано для профессионального применения. Очень надежно. Видите, ручки здесь для рековой стойки, чтобы можно было его таскать. Поэтому они обычно по внешнему виду абсолютно ушатные. Поэтому то, что вы видите сейчас у меня, это даже очень круто сохранившийся аппарат. И они в технически очень хорошем состоянии, но визуально часто они просто обшарпаны в край. Но если постараться найти, то можно найти такой, вот как я вам демонстрирую. Данный аппарат у меня уже давно. И видно, настало время уже с ним попрощаться. Потому что у меня есть другой ведущий аппарат. Значит, вот эти вот аппараты, они удивительные, как таковы. Полностью балансная схема, разные разъемы, и свои плюсы и минусы. Лично мне больше понравилось, как звучит P2200 и P2100. Хотя они были не балансные, а псевдобалансные, но как-то они были более, скажем так, музыкальные, более единые в звучании. PC-1002 и PC-2002 немножко более звук дробленный, в том плане, что прям вот каждый звук это отдельная единица, которую вы можете рассмотреть. В этом, конечно, замечательно все происходит. Но вот с PC-1002 и PC-2002 что-то нужно делать с регулировкой громкости. Но, к счастью, сейчас многие ЦАПы имеют и умеют регулировать громкость. Поэтому, если вы напрямую подключите к нему ЦАП по балансу или по несимметричному подключению, то есть RSH, RCA или, как они же называются, тюльпаны, вы получите, в общем-то, нормальный звук. Ну и как сказать нормальный, если вот этот вот аппарат, да, это ровно в современной Yamaha AS1000 или AS1100, и при этом стоит он в три раза дешевле. Поэтому, а то он уже даже и в четыре раза дешевле. Поэтому это вот один из лучших по звучанию аппаратов на рынке из доступных ну для любителей высококачественного аудио. Это мощник, поэтому в нем нет никаких фонокорректоров. Поэтому, если вы любите винил, то вам надо будет озаботиться каким-то внешним фонокорректором. Тут уже ничего не поделаешь. Тут только так. Либо внешний фонокорректор, либо слушать CD, либо слушать файлы через ЦАП. Некоторые также меня поправят. Ну как же я назвал PC P2200 аппаратом верхним, а там же были еще P3, 4000, 5000 модели разных нюансов. Да, были. Но, понимаете, именно для студии предназначались P2200 и PC 2002. И аналогично, чуть более простые, более дешевые P2100 и PC 2002. А вот модели, имеющие большие цифры, они уже предназначаются для концептных выступлений, они значительно более мощные, они уже имеют достаточно шумные вентиляторы в их работе. Да, возможно, если вы будете слушать тише, то никогда эти вентиляторы может быть и не включатся. Но в другой момент вы тоже же должны понимать, что мощность достигается не просто так. Мощность достигается с помощью увеличения каскадов. А каскады увеличивают путь сигнала. Чем больше каскадов, тем хуже звук. Поэтому возникают проблемы, с которыми приходится бороться. То есть, если мы хотим больше мощности, мы увеличим количество каскадов, мы портим звук. Если мы уменьшаем количество каскадов, мы улучшаем звук, но мы портим мощность. Именно поэтому, например, Динон, усилитель, который использую я, он вообще одно-каскадный. То есть, ну, минимальное использование каскадов, которые только возможны. Взяли очень мощные транзисторы именно для этой цели, чтобы звук оставался максимально хорошим. Поэтому не стремитесь, не гонитесь с какими-то супер-высокими значениями мощности. Вот этот же принцип демонстрирует и усилитель китайский Лесли Худа 1969 по схеме, сделанный как в такой бочоночке, я показывал в одном из видео. Он прекрасно звучит, очень нежно, очень прозрачно. Ну, там есть свои какие-то минусы, ну, не такая основательность, потому что он неосветный и так далее. Но это показывает, что даже схема 1969 года, Худа, да, но построенная на принципе минимума радиодеталей и каскадов звучит совершенно удивительно качественно. Именно вот за счет этого. Поэтому надо соблюдать какой-то баланс между требуемой реально мощности и то, что вы хотите. Некоторые привыкли к названиям 1000 Вт, 2000 Вт, но это уже орудие какого-то массового поражения, а не музыки, потому что в квартире больше 30 Вт вряд ли вы в принципе станете использовать, а реально 5-10 Вт это та мощность, на которой вы, скорее всего, слушаете, ну, кроме совсем маргинальных любителей адской какой-то супермощной музыки. Здесь уже кому что нравится, но в целом я считаю, что большинство не слушает больше 10-20-30 край ватт. и это же показательно, этот же факт показывает и техника из Советского Союза, если вы посмотрите, то большинство усилителей там были 25 Вт буквально. Например, амфетон 002, он был 25 Вт на канал. Вот вам, пожалуйста. я использовал сэмфетон 002 8-омные колонки электроника 128, и, соответственно, я даже и вот этих вот 25 Вт на канал не мог слышать, у меня там реально, ну, было, наверное, 12 Вт на канал. Ну, то есть, поэтому я представляю, что такое мощность каковая. И, когда говорят, мне 100 Вт мало, мне 200 Вт мало, вы, простите, вы слона хотите озвучить или что вы хотите этим добиться. То есть, или у вас настолько тугие колонки, что там вместо динамиков тазики стоят. Ну, то есть, непонятно. Да, есть вариант, когда нужна очень высокая мощность, нужны мощники раздельные, все такое, друзья, это колонки класса High End, которые будут выше вас ростом, в которых будет просто бешеное количество динамиков. Там, я соглашусь, что возможно нужна очень высокая мощность вот эти вот сварочные аппараты практически. Но это настолько редчайший случай, что от обратного если исходить, то 90% любителей аудио не сталкиваются с такой аппаратурой и при этом из них большая часть уверена, что им надо максимальную мощность. Это абсолютно конечно глупость. Я извиняюсь. И еще раз поясню свое мнение. например, вы покупаете Yamaha AS300 или AS500, которая умеет 90-100 Вт на канал. И вы гордитесь, что она умеет 100 Вт на канал. Но дело в том, что больше 10 Вт чисто этой аппаратой просто не в состоянии сыграть. И вот эти хваленые 100 Вт они ни к чему не ведут, это просто кор. и когда вы начинаете выкручивать громкость на Yamaha AS500 например, до часу, до двух, то начинается вместо музыки реальный ор, потому что искажения нелинейные, коэффициент нелинейных искажений просто бешеный становится. Это уже не один процент, там на слух где-то 10 и более процентов. Это абсолютно неприемлемо. А если вы берете AS300, то там уже часов с 11-12 этот ор начинается. Но это не говорит о том, что надо больше мощность брать. Это говорит о том, что просто аппараты следовало честно промаркировать, что один из них имеет мощность 20-15, а другой имеет мощность 10 Вт. Зачем это показывать совершенно бредовые значения? То же самое с китайскими усилителями в классе D. У них указывается и 600 Вт, и 300 Вт, например, для ДПА 32, 55, там 300 Вт на канал или в двойном режиме там у него есть такой режим, там 600 Вт монофонично. Или 300 Вт на канал или 600 монофонично. В общем, дело в том, что до 100 Вт этот ТП-3255 имеет минимальное искажение. А вот начиная от 100 примерно Вт, эти искажения взлетают просто ракеты там десятки процентов, но это нереально нельзя слушать. Поэтому зачем заявлять 300 Вт, 600 Вт? Надо было заявить реально вот эти 100 Вт. И высококлассной аппаратуре, когда указывается, например, 100 Вт мощности, высококлассной аппаратуре, то есть это приток в топовый класс. Имеется в виду именно 100 Вт не ора, не грязи, а чистейшего звука. понимаете? И поэтому нельзя сравнивать некоторые сравнивают Yamaha S300 или S500 и Yamaha S1000 по какому-то видите, одинаковая мощность и книи одинаковые и все такое. Да ничего там не одинаковое, оно измерено во-первых не на полную ширину сигнала, оно взято там например частота 1 кГц или 3 кГц его померили. Но вы же не слушаете 1 кГц или 3 кГц вы слушаете весь диапазон. А на всем диапазоне там будет ужас и кошмар. Измерено не на полной громкости у бытовой бюджетной аппаратуры, а на минимальной громкости. Может быть там в лучшем случае 10 Вт использовали, а то и того меньше. 1 Вт использовали. Сами обратите внимание, если производить доказательство. А почитайте потом протоковый аппарат, где указано на полную номинальную мощность. Измерение полного диапазона и книи например 2 сотых процента указано. И сразу человек ой, да он 2 сотых книи, а вот у меня Yamaha AS500, да она там тысячные доли показывает. Потому что человек введен в заблуждение, потому что он не знает, что это разные измерения. Это неправильно мерилось. Если был один стандарт, что честно все меряют одинаково и указывают одинаково, но этого нет. Для бюджетной аппаратуры меряют не так. Меряют чтобы один засомневался, когда он прочитал, что в усилителе по-моему Marantz 15 там соотношение сигнал-шум 105 или 95 дБ. По-моему 95 дБ. Он испугался, что будет как-то нутновато. Но дело в том, что против этого аппарата Marantz 15, 17, 13, 11, одни из самых прозрачных аппаратов, которые я вообще только встречал. Они просто невероятно прозрачные. Поэтому это понятие соотношения сигнал-сум они честно померили. А то, что намерили в бюджетке, я не знаю, вот эти брошюрки, это заслуживает слово мурзилки, которые не стоит читать перед сном или уже потом копаться, как же они мерили, что они там намерили. В общем, друзья, на этом я завершаю данное видео. Сегодня я вам показал Yamaha PC 2002. Роскошный аппарат, показывающий современный предтоповый класс по качеству звучания. Абсолютно честно-балансный аппарат. У него есть XLR-разъемы, что приоритет крайне высокого класса. У него есть и тюльпанчики. Но к минусам могу причислить то, что у него громкость начинается от нуля, но следующее это уже 20 дБ. Это очень громко, это ненормально. Надо с чего-то регулировать громкость. Ну, в данном случае с ЦАП или с CD производителя. У него нет фонокорректора, потому что это усилитель мощности. Предварительно усилитель ему тоже не нужен. Вот такой вот чудесный аппарат, который порвал шаблоны и в свое время, и сейчас. Вот эти аппараты они очень известны P2200, P2100, PC1002 и PC2002. Также отмечу, что в P2100 и P2200 громкость регулируется в 50 дБ, то есть там все плавненько. Хорошо, но это я уже говорил. Друзья, понравилось видео, можно поддержать канал. Пока, до новых встреч, до новых интересных видео про аудиотехнику. ПОДПИСМЕНТЫ